Здравствуйте, я Денис Курбатов, стоковый фотограф. На канале я делюсь с вами и фиксирую для себя фишки, придумки, задумки, отзывы, похвалилки в таких деятельностях, как стоки, услуги, проекты, лайфхаки. И потому назвал канал Суп Эль. Сегодня серия о стоках. В перерыве между съемками я решил сделать небольшой обзорчик. А я расскажу вам о трех самых продаваемых фотографиях в трех различных стоках. Это Shutterstock, Adobestock и 123RF. Да, кстати, небольшая похвалилочка. Сейчас покажу. Субботний день, вечер, ночь, 81 продажа. Супер. Класса, еще втройне приятно, что основной модель здесь мой сын. Смотрю, здесь съемки есть и из тревелов, с дальних, ближних, очень ближних. Есть специально подготовленные съемки для стоков. Достаточно давняя съемка по косметологии. Снова смотрю стоковые съемки. Увлечения сына. На роликах учились, сделали, освоили. Историческая тема выпадения зубов. Игра на сопилочке. Новая прическа. Приятно, приятно. Ну, хорошо. Перейдем к топам. Тогда вперед к монитору. Захожу на Shutterstock. Здесь есть как раз закладка Top Performers. Я рассказываю о трех. Первая фотография, это действительно безусловный лидер. Здесь снова мой самый продаваемый модел, сын. Фотография продалась более четырех тысяч раз и более восьми лет. Съемка проводилась специально для фотобанка, но ситуация была подсмотрена в реальной жизни. Сын начинал ходить. Это были первые шаги. Бытовая ситуация была перенесена в студию. Съемка длилась буквально там 5-10 минут. Я заранее все подготовил. Просыпался сын рано утром. Часов в 5-6 утра. Стало быть, с вечера я подготовил студию. В домашней студии было, что удобно. Только осталось привезти мальчонку. Сделать прическу. Вторая фотография, это фотография, не иллюстрация. Продалась более 700 раз. Хороший вариант, я тогда экспериментировал с мыльными пузырями. Съемка была спланирована заранее. Продумано, как фотографировать отражающие поверхности. Приобрел пистолет специально. Третья фотография. Снова мой самый продаваемый модел. Было у него увлечение. Собственно говоря, тоже бытовая ситуация. Перенесена в студию. Не умея играть на инструменте. У него есть определенное музыкальное чутье. И, что я заметил, неожиданная постановка рук для ребенка была. То есть, как-то она так прямо по джазовому что ли. Съемка тоже длилась недолго. Не любит он фотографироваться и не любил фотографироваться. Своего ребенка фотографировать всегда небольшое испытание. Бывает, не хватает выдержки. Достаточно успешная съемка, безусловно. Кажется, я не ошибаюсь, что в Adobe именно эта страничка отвечает за топы. Об этой фотографии я уже рассказал. А на Adobe она продалась практически столько же, сколько и на шаттере. Вторая фотография, на удивление, я уже практически забыл о ней. Это у нас был ряд хороших содружеств с парикмахером и визажистом. Совместно делали работки такие. Они для портфолио. Я поддерживал визуальную тему. Продалась более 300 раз. Вот эта вот фотографика специально для стока была сделана. Здесь тоже мой сын и его подружка. Было увлечение блинами готовить, мазать что-то. Тоже, собственно говоря, тема была перенесена из быта в студию. Специально пошили колпачки знакомые для этой съемки. Как в подарок я купил вот эту вот одежку. Ну, конечно же, это окупило себя. Перейдем на 123рф. Первые три фотографии. Это не стоковая съемка была. Это была съемка. Первая фотография для интернет-магазина кондитерских изделий. Позволил себе подкинуть и сюда. Вторая фотография. Это у нас совместное плодотворное общение со спорт-клубом, вернее, с фитнес-клубом. У меня возможность доступа в зал, к ребятам и к клубу фотографий для обновления афиш, пригласительных всей печатной продукции. Съемка не сразу начала раскручиваться. Где-то через год, а то и два начала раскручиваться. Третья фотография. Хорошая, успешная съемка. Девушка беременная. Занимается растяжкой, фитнесом, пилатесом. Она сама очень подготовлена. Я их фотографировал. Вместе с подружкой. Йогой парной занимались. И здесь вот в таком мягком стиле сделаны занятия фитнесом. Очень продуктивно. Поработали буквально час. Здесь не вижу, сколько раз продаются. В данном случае необходимо запускать отдельно программу, анализирующую количество продаж. Хотела рассказать о каких-то нюансах съемки. Возможно, при блудах или лайфхаках. Наверное, в следующих вариантах буду останавливаться. Помимо количественных каких-то показателей продаж на определенных нюансах съемки. Они действительно есть. Где-то я с искусственным светом фотографирую. Где-то с естественным. Использую дополнительные какие-то средства. О них, наверное, попозже расскажу. Для чего я сделал такой обзор? В первую очередь для себя, как похвалилка. Посмотреть, как отличаются тренды, запросы, ну, скажем, популярность в разных стоках. Для анализа общего впечатления от картинки, там, свет, свет, светоцветопередача, настроение, атмосфера, кто, что на картинке. Подтверждает ли картинка 3-5 областей применения. Ну что ж, на этом все. Пока. Спасибо за внимание.